Друзья, всем привет. Тема сегодняшнего видео – фанерная мебель и покажу, как я делал вот такой стеллаж для маминой мастерской. Вроде как это скандинавский стиль, что характеризуется косыми ножками. И около семи лет назад я делал для мамы рабочий стол с подобными ножками, о чем было видео в двух частях. Ссылки оставлю чисто для сравнения подходов, да и вообще стол для художника получился очень удачный и используется до сих пор. Однако тогда применялся массив сосны, а в этот раз делал по своей обкатанной технологии многослойные фанеры, которые позволяют получить довольно толстую имитацию несущих стенок и полок. Ну, собственно, обо всем по порядку. Как обычно, основа подобных конструкций – 6-мм фанера класса 3.4 или 2.4, то есть шлифованная с одной стороны, которая будет по внешним сторонам конструкции. Ну и первым делом я решил сформировать косые детали боковин и стойк, которые задают общую геометрию конструкции. Так рассчитал, что в одном стандартном листе фанеры у меня получилось как раз 6 деталей, две боковины и четыре пакета перегородок. Ну и чтобы не размечать каждую из них, подойти решил пакетно напилив 6 прямоугольников и запилив на них единую базу по шине. После этого по каретке можно было задать прямой угол и уже от него плясать со следующим размером по параллельному упору. Ну и теперь самый ответственный момент – укладка пакета под косой рез. Тут главное не ошибиться и положить половину детали вверх шлифованным шпоном, а половину вниз, чтобы получилось зеркально и симметрично. Также выравниваю все по параллельному упору и стянув струбцинами можно делать разметку и пилить. Таким образом у нас получается 6 абсолютно одинаковых деталей и львиная доля точности всей конструкции уже обеспечена. Элементы утолщения решил делать из 15-мм фанеры, для чего из остатка листа были напильные полоски шириной 50 мм. И вот эти элементы можно делать также наборными и тем самым добиваться необходимой толщины будущих многослойных деталей стеллажа. Соответственно эти детали идут как в стойке, так и в полке с фасадной задней стороны. Ну а в случае с глубокими полкой можно пустить эти ребра еще и по центру, чтобы при больших нагрузках 6-мм фанера не прогибалась. В качестве материала для полок удачно подошли обрезки от потолков дома, которые мы делали по похожему принципу наборных псевдобалок. По сути тут три размера по количеству полок и в данном случае все делается с запасом на косой запил. Дело в том, что я решил вывести все элементы фасада в единый угол, образованные начальными косыми стойками, чтобы вся конструкция как бы секлась. Но собиралось все как обычно исключительно на микрошпильку, что за многие годы показало свою эффективность и надежность, так как в фанере шпилька сидит отлично и вполне можно обойтись без клея. Ну и соответственно начинаем собирать сэндвичи, простреливая между шестерками пятнашку. И выяснив точный угол по стартовым косым деталям, можно заняться сопряжением этого значения с полками, для чего очень удобно использовать уклономер, который примагничивается прямиком к пильному диску и позволяет очень точно выставить угол наклона. На деталях, которые при пилении чистым шпоном обращены вниз, не лишним будет наклеить малярный скотч, чтобы избежать сколов. Теперь готовим элементы стоек, пристреливая к ним элементы утолщения. Прямые рейки изначально запилены в размер, а вот косые размещаются по месту. Для этого в ход идет торцовочная пила, на которой также устанавливаются полученные в ходе измерения угол. Вообще, теперь именно от этого угла все и отталкивается, в том числе будущая система ножек из массива. Но об этом чуть позже. Соответственно, запилив стартовый угол и сопоставив его со стойкой, можно было очертить второй угол в размер. И вот так после всех манипуляций у нас получается правильная секущая плоскость фасада. Теперь переходим к внутренним стойкам, которые не раз будут разрезаться. И первый раз из них нужно удалить толщину нижней полки. Для этого с самой полкой можно задать удаление параллельного упора от пильного диска. И прежде чем скреплять горизонтальные вертикальные элементы, у полок надо отпилить созданный заранее запас на косой рез по фасаду, то есть немного прибрать сзади. Все линии прострела шпилька делались с учетом этих запилов, чтобы не попасть потом по ним дискам. Поэтому это стоит учитывать заранее. Перенеся элементы конструкции на сборочный стол, можно заняться итоговой сборкой. В данном случае непонятно, что делать с центральной частью, которая пока что висит в воздухе, но тут я поступил вот так. Одну из центральных деталей утолщения я использовал как зазор в момент крепления цельной внешней детали низа, после чего именно через эту деталь можно было сделать начальное крепление этих стойков. Теперь самый ответственный момент – внутренние стойки. И тут, чтобы все шло в размер, я решил подойти также пакетно и прострелил оставшиеся четыре детали шпильками по верху и низу, чтобы после распила пакеты оставались пакетами. Ну и отчертив высоту средней полки, по параллельному упору можно было распилить все это дело надвое. Нижний пакет можно было разобрать и пристреливать его детали по месту. Четыре дополнительные отверстия от микрошпилек погоды не сделают и, как и вся конструкция, целиком будут закрашены наглухо. Соответственно, пристрелив косые стойки, укладываем полки, фиксируя их, и двигаемся дальше. От оставшегося пакета стойка отпиливается сначала излишек, торчащий над всей конструкцией, а потом, замерив толщину верхней полки, отпиливается еще и эта толщина. Можно сразу суммарно, но в два этапа как-то надежнее. И вот именно таким образом наши внутренние косые стойки постоянно остаются в размере с боковинами стеллажа. С верхними полками я немного лоханулся и сделал косой запил ребра нестой плоскости. Пришлось переделывать, так как чистовая шестерка, разумеется, должна быть снизу, то есть внутри конструкции. Но по итогу весь фасад приобрел нужную секущую плоскость и последний элемент, который назовем крышкой, также был запилен в нужный угол. Переходим к ножкам, которые решено было делать из ясеня, которые у нас в самом короте, что, конечно, хорошо для наших досок, но и для таких ножек тоже в самый раз. Однако он немного сыроват, около 10%, но вроде бы работать можно. Материал очень тяжелый, заметно тяжелее дуба и можно подумать, что он прям свежий. В общем, тут в отличие от фанеры, где нужна только циркулярка и какой-то нейлер, в ход идет вся клайска столярных станков. Строгание, пиление и шлифовка. Самые горбатые заготовки я всегда стараюсь распилить в размер, если это возможно, чтобы не состраивать все в стружку. Ну и ясень мне наконец намекнул, что пора бы затащить ножи на фуганке, так как его твердость заставляет заготовку немного прыгать во время строгания пластия. После ресмусовки все было напилено в размер с запасом по сечению и можно было прогнать все через барабанно-шлифовальный станок. Прелесть барабанника в том, что даже 80-м зерном можно вполне ограничиться от финишной обработки деталей, лишая себя заморочек с ручным шлифованием, так как после станка остаются четкие продольные микрополосы, которые можно считать эффектом микротекстурирования, что вполне можно сразу покрывать маслом. Таким образом экономится куча времени. Теперь из этих деталей можно делать системы ножек, для чего используя все тот же угол, делаем необходимые запилы на торцовочной пиле. Но для разметки и формирования систем ножек в тему пришелся параллельный упор распиловочного станка и обрезки косых стоек, которые как раз имели тот же нужный угол. Таким образом с помощью большого угольника можно было очертить верхнюю и нижнюю плоскость касания, притав всей системе нужные углы. Что касается передних ножек, то они автоматически задавались размером из опилам ЦАРК, которые, разумеется, запилились все в тот же угол. Вообще, по плану это должны были быть 12 градусов, но по факту измерения первых косых стоек получилось 1,3, отчего и плясал всю дорогу. Надо отдать должное торцовочной пиле, которая уже почти два года стоит в консоли нашей мастерской, пройдя несколько стройок. Очень приличная и жесткая пила с большим 305-мм диском, без всяких протяжек, крэгов, которые только вносят погрешности. В общем, в очередной раз могу смело рекомендовать, тем более, что и сейчас есть предложение всего за 15 тысяч. Соединение решил делать с помощью косого шурупа, так как отверстия как раз будут обращены вовнутрь и не будут видны, поэтому данный способ самый быстрый и надежный. А заодно испытал новый профессиональный кондуктор от WoodFork, который сделан полностью из алюминия и имеет очень надежную конструкцию, что по сравнению с пластмассовым крэгом небо и земля. Перед скручиванием шурупами нужно было снять фаску со всех деталей, для чего в ход пошла радиусная фреза. Особенно фаски стоит снимать с основания ножек, чтобы при передвижении мебели не образовывалось сколы. Конечно, ясень настолько прочный, что там при всем желании это сделать сложно, но на хуйных породах просто необходимо. Переходим к соединению, для чего у меня в столе уже много лет врезана крэговская пластина для установки верстачных клещей. Это очень мощная штука, развивающая невероятные усилия, которая позволяет удерживать в единой плоскости две соединяемые детали, что при скручивании на косой особенно важно. Клей тут я использовать также не стал, так как царги фактически декоративные и нагрузки на них не будет. Да и в принципе без клея все держится намертво. Однако стоит помнить, что для твердых пород саморезы стоит применять с мелкой резьбой, а для мягких наоборот. Для более объемных проектов, помимо верстачных клещей, устанавливал угловой стапель, пристреливая прямиком к столу пару фанерных рейк. А вообще при точных прямоугольных торцах все притягивается четко и, повторюсь, главное тут это прижатие пластей. Переходим к креплению системы ножек, которые решил делать на шканты. Вообще изначально я думал прикрутить все изнутри саморезами, разумеется внутри сэндвич стойки, однако пришлось бы отдирать внутренние стенки, чтобы крепеж был скрыт. В общем решил не вандалить и воспользоваться шкантами. Для позиционирования подложил по обеим сторонам одинаковые бруски и замерив одинаковое расстояние от низа корпуса стеллажа до нижних царг, сделал отметки. Отверстие под шканты делал исключительно на ножках, чтобы не нагружать царги и для сверления по старинке намотал кусок изоленты на сверле в качестве ограничителя глубины. Но для переноса ответной разметки использовал кернеты. Ножки решено было покрыть прозрачным маслом, предварительно заклеив места засверловки под шканты, чтобы клею наносился на чистое дерево. Ну и соответственно скотчем задал определенного размера плоскости, чтобы помимо шканта все же было некое клеевое пятно. Таким образом, даже с учетом 6-мм фанеры, при нагрузке на ребро будет достаточно несущая способность. Сам стеллаж решил красить в белый цвет меловой краской, которая обладает отличной укрывистостью. И в отличие от обычной водоэмусионки, не так сильно поднимает ворс. Это конечно не проблема, если после первого слоя пройтись наждачкой и нанести второй. Но данная краска позволяет обойтись одним слоем, чтобы при таком количестве плоскостей и так заморочка. До самого последнего момента я не устанавливал заднюю стенку, которая является главным ребром жесткости всей конструкции, чтобы проще было прокрашивать задние углы и примыкание всех плоскостей. Соответственно, под заднюю стенку пришлось распустить еще один лист цельной шестерки и прокрасить его отдельно. Заднюю сторону я решил не красить, так как все равно к стене. И вот теперь сам корпус был полностью готов. В принципе, можно было бы чуть-чуть поработать шлифовалкой и вся секущая плоскость получилась бы просто идеальной, чтобы оставить ее без отделки массивом. Но с ней все равно куда интереснее. Сороковые шканты пришлось немного укоротить и можно было все собирать наклей. При стягивании струбцинами я также наклеил кусочки малярного скотча на их чугунные губки, чтобы не оставлять следов. Хотя, опять же, с ясенем это довольно проблематично. В собранном состоянии все можно было еще подмазать маслом и оставалось напилить рейк под фасадную отделку торцов. Тут я также применил ясень, благо балометровая доска, так как обрезки которых миллион, все короткие, а на стойке как раз нужны цельные планки. Подобную отделку я, как правило, делаю толщиной 5 миллиметров и также шлифую на барабанном станке, задавая продольное микротекстурирование. Ну а ширина заранее подгоняется на нем же по толщине наборных стенок самого стеллажа. Фаску на них снимать не стоит, хотя какую-то миллиметровую можно было бы, но места примыкания в единой плоскости от того все же не стоит. Все покрывается тем же маслом и после высыхания, установив все тот же рабочий угол проекта, делаем необходимые запилы, чтобы верхние части отделки совпадали. Вот собственно и все. Такая технология позволяет делать различную корпусную мебель из доступных материалов, ну а в качестве отделки можно применять самое разное дерево или красить так же наглухо. Раньше я применял для отделки термодерево, что, конечно, смотрится максимально контрастно, но с ясенем результат тоже неплохой. Финишем, как обычно, бойлочные накладки на ножки и готово. Такой на сегодня проект и предстоит еще очень много подобного в мамину мастерскую, так что будет интересно. Также не забывайте про наш интернет-магазин, но на сегодня у меня все. Спасибо за внимание, друзья, и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок